Август Как правило, в августе основная масса трудового и чиновничьего бюрократического классов тянется на отдых. Люди ищут возможность хоть на несколько недель оторваться от рутины и пожить в свое удовольствие. Потому-то многие процессы временно замирают перед началом очередного политического сезона. Вот только российский мультикризис замирать не хочет, превращая бытие российских обывателей в состояние далекое от расслабления. Попытки деконструировать всеобъемлюющий упадок упираются в его исток – ветхое состояние правящего класса. Как показала пиар наступления Путина на массы, начатая после путча Пригожина, он выглядит в глазах уставших россиян неубедительно. Чем больше бессменного правителя пытаются втолкнуть в народные объятия, тем больше от Путина отдает тухлостью, удушливостью, избитостью. В нем нет интриги, в его адрес нет больших ожиданий, но и диктаторскую стабильность гарантировать он уже не в силах. Очевиден кризис будущности, окунание России в глубокую литургию, лишение жизненных сил. Нафталиновая мумия не только не создает новых смыслов, но даже путается в старых обещаниях и заветах. Силовики, стоящие за Путиным, по правде сами попали в тупик без альтернативности. Пригожин сорвал любой план-приемник, ведь военный мятеж подсветил печальные сценарии для действующего пересидента. Печальное будущее, очень тусклое и бесперспективное. Выбывая из Кремля, любая власть спроводит Путина в Гаагу с целью наладить диалог с Западом на фоне тотального разочарования в Китае, Турции, Иране, Индии и особенно в африканцах. Все они поимели россиян, ничего не дав взамен. Теперь они в Африку хотят все, прощаем долги, отдаем зерно, все отдаем. Не хотите накормить, не знаю, там крайний север, не хотите дать им деньги? Немытьем, так катанием придется еще семь лет терпеть путинщину, со всем ее маразмом в виде Медведева, Шойгу, Патрушева и других отбросов. Сергей Лавров, министр иностранных дел. Юрий Ушаков, помощник-преодиантор по внешней политике. Как показал кейс приговора Навального, которому дали 19 лет колонии, народ даже на смерть несистемного оппозиционера вряд ли хоть как-то отреагирует. Я вообще не слежу за политикой. Мне это нафиг не надо. Я живу и живу, мне нормально. Это плюс для Кремля. Хотя в случае преждевременной кончины Пляшивова народная реакция будет схожей. Чего ожидать после предсказать не смогла бы даже сама Ванга. Я не знаю, я в политике не разбираюсь, так что вам не зовите. Не только проблема нового срока токсичного пересидента усугубляет апатию россиян. Как не пытаются ресурсы пропаганды и спецслужбы вывести тему вторжения в Украину из поля зрения, она все больше врывается в текущую действительность. Еще раз говорю, ничего. И президент Путин сказал, нас своих земель хватает. Мы не за этим шли на Украину и идем. Мы не за этим 8 лет с вами разговариваем. Именно потому, что мы видим, наших, грубо говоря, бьют, преследуют, не дают говорить. Детские сады туда-сюда. И донбассцы возмутились. Крымчане возмутились. Взялись. Новая фаза войны отличается оборонным характером для оккупантов. Ну вообще-то, понимаете, да, это героизм. Но лучше бы все-таки, чтобы героизм заканчивался значимым оперативно-стратегическим результатом. Но зона обороны разрастается с каждым днем. Если ранее боевые действия касались оккупированных территорий и приграничья, вроде Белгородской области, то теперь вся европейская часть РФ до самой Москвы под прицелом украинских дронов. Опять дроном ударили по Москва-Сити. Столичный регион перестал быть безопасным. Неприятненькая ситуация, я вам скажу честно. По Кремлю, по Кремлю удар нанесли. Все мы в зоне опасности, в зоне риска оказались. Потому Путин все больше времени проводит в Санкт-Петербурге. Подальше. Более того, удары морскими дронами по целям Черном море отрезали российского диктатора от элитных апартаментов в Сочи. Не говоря уже о Геленджике. Как-то этого никто не хочет слышать. Кроме политического безвремения, россияне столкнулись еще и с кризисом безопасности. В любой момент может прилететь куда угодно. А вы из какого города, девушка? Я столица мира, город Москва. Москва поджечь! Матрешка поломать! Представляете, кошмар. Что-то у нас взорвалось. Пешок, но что-то не вылетели. На российских курортах не расслабиться. Ведь там ползучая донбассизация. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. За рубеж ехать все тяжелее, поскольку экономическая ситуация также является кризисной. Премьер Мишустин исчерпал запас прочности. Меры правительства не способны уменьшить нарастающий снежный ком проблем. Все это свидетельствует о таком вот оздоровлении. О том, что люди начинают получать больше доходов. Курс доллара растет на 6-7 рублей в неделю. Доллар, как известно, скукоживается. Нефтяная выручка падает. Ведь санкции мешают задействовать преимущество позитивной ценовой конъюнктуры на глобальном рынке. На товарном рынке дефицит многих товаров, а свое производство падает. Рассчитываем, что по итогам года ВВП прибавит более 2%. Фронт забрал многих водителей. И теперь по огромной России некому идти в дальнобойщики. Я же никого не пугаю. Хотя становится страшно. В результате опять кризис с товарами в отдельных регионах. А впереди маячат несколько лет войны и новые волны могилизации, которая не прекращается и без того. Ведь на фронте ежедневные потери в обороне составляют 600-700 человек убитыми. Для чего все эти гекатомбы и страдания масс внятного разъяснения по-прежнему нет. Просто время такое. Кризис. И точка. Вам не страшно самому в такой стране жить? Муторно. Очень муторно. И я не верю, что у кого-то будет дальнейшая судьба хорошая в этой стране у кого-то. Да ладно, да? Кто не уверен в этом? Что будет дальше? Вот давайте возьмем год-два. Что нас ждет? Нас ждет экономический кризис. Это раз. Повышение цен. Это два. Потеря работы. То же самое главное. Уничтожение экономики будет продолжаться, как все эти 30 лет. Уничтожение населения. Уничтожение убыли населения вообще. Вот сейчас смотрите какой. Сейчас смотрите как. Один рождается человек, 17 умирает. Но где такое было? Войны не было во второй или такого. Представляете, что творится вообще? Вот что нас ждет. Дальше будет еще хуже. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok